И снова мы в нашей студии. Я напоминаю, что мы говорили о результатах пока дистанционного лечения. И Юля закончила над тем, что она начала выправляться, она начала становиться более, ну скажем так, жизнерадостной, более целеустремленной. И что же стало происходить с Артёмом в конечном итоге на дистанционных сеансах? На дистанционных сеансах у нас стали такие изменения, как формирование связной речи. Я бы сказала это так, потому что слов у нас было много. И достаточно, ну вот до знакомства, да, мы занимались же много и разные методики пробовали. И они все давали какой-то мини-мининый результат. И можно сказать так, что все было прекрасно, но он не говорил предложениями. И там через какой-то короткий достаточно промежуток времени он стал по чуть-чуть начинать связывать вот эти слова. Это были короткие предложения, но это была очень такая, скажем, значимая победа. Это было, правда, очень значимо. Потом поведение, он стал более спокойный, он стал более сосредоточен на чем-то. Была такая даже ситуация в детском саду. У нас был большой промежуток времени перерыва. У них был ремонт, потом был карантин в саду. Я была в отпуске в это время, у меня большой длительный отпуск. И когда я привела Артёма почти через два месяца, мне воспитательница говорит, а вы куда-то возили Артёма? Я говорю, нет, пока мы как бы собираемся и туда, и туда. Я говорю, у нас много планов, но первая и самая основная – это Израиль. Она говорит, ну просто я его не узнала. Он так стал говорить, и по смыслу понятно, и четкие слова такие, и то, и то говорит. Я прям думала, что вы куда-то съездили. Это было очень приятно, конечно, слышать мне как маме. – Юль, я прерву, мне вот интересен такой момент. Надь, ну вот как сестра, да, вы же как бы, ну уже узнали о том, что вот Юля занимается и так далее. Ваша реакция на то, что вот сестра там влезла в какую-то историю, да, в каких-то дистанционных сеансах, какие-то вообще непонятные чего, непонятные какие-то личности? – Вы знаете, я хочу сказать, что в тот момент, ну насчет дистанционной, я как-то настороженно, скажем так, относилась к этим моментам. – Не отговаривала? – Нет, я не отговаривала, но я исходила, нет, я говорю про… Я говорила, что давай будем пробовать все. Если бы сказали, что надо варить, не знаю, тараканов и танцевать в бубны, я бы это делала, потому что я очень хочу, чтобы Артем был здоров. Я понимаю, что это мужчина нашей семьи на данный момент, именно, ну вот молодое, но подрастающее поколение, и дальше хочется жить, радоваться жизни просто обычной семьей, да. И как раз вот когда я почувствовала по Юле, потом я приехала к ним в гости, то есть какие-то моменты я езжу, мы живем, ну, 250 километров друг от друга. – А вы увидели изменения? – Ну, я замечаю даже минимальные изменения, то есть я очень чувствительно… – Вот это как раз тоже ситуация, когда со стороны… – Да, со стороны. И я посмотрела, что если раньше он не терпел, ну, даже секунды, вот сейчас же, скорее, пойдем, быстрее, скорее, скорее, то есть даже секунды он не мог потерпеть, то я стала замечать, что он вот, ну, быстрее, ну, скорее, ну, он все равно какое-то стал минимальное терпение появилось, потом там еще какие-то моменты появились, потом я приехала и увидела, по-моему, как ты как раз общалась с Давидом, какой-то был дистанционный, или ты закончила сеанс, и вот Артем что-то бегал, что-то так вот туда посмотрел, что-то это, и тоже какой-то вот, ну, момент я заметила, что вот сразу, вот он прям, прям сразу проявился. То есть я поняла, что я верю, но я однозначно поняла, что это всего лишь деньги, мы обязательно поедем. Мы решим этот вопрос и поедем. У нас не к вопросу, что надо ехать. Надо ехать, да. Если такие изменения, так все хорошо, то, ну, зачем ехать, тратить деньги? Ехать для того, чтобы я подумала о том, что если дистанционно такие изменения, то лично они будут в несколько раз лучше. И я поняла, что я не хочу терять время. Мы не хотим терять время. Мы стали это обсуждать, что чем быстрее... Время идет? Время идет, мальчик растет, и хочется, чтобы... Отставание сейчас не растает. Отставание нарастает, да. Ну, то есть хочется, чтобы он... Меня не интересовало там нормы, во сколько в школу надо идти, что скажут, какой садик там, что он станет профессором. Я об этом вообще сейчас не думала. Я думала тогда о том, что это нужно делать. И если речь идет о том, что надо ехать, надо ехать. Поеду ли я, об этом вопрос не стоял, но понятно было, что надо ехать было втроем. То есть речь шла о том, что поедет либо семья, то есть это мама Юля, Артема, папа Николай и Артем, но у него не получилось с работой. И речь, в принципе, шла о том, что поеду я. И я подумала, когда как раз, по-моему, Юля сказала, что Давид говорит, что лечение надо проводить всей семьей, но я подумала о том, что я ведь тоже семья и очень близкая семья. Да, я тетя, достаточно близкая, и, в принципе, я в это верю. Вот я в это очень сильно верила и верю, и продолжаю верить. Эта вера была как бы вот изначально или она сформировалась? Она сформировалась больше. Она сформировалась, потому что, ну, Израиль, понятно, он гремит, что помогают с лечением, но вместе с тем, ну, скажем так, у нас эти заболевания исходят из того, что, ну, живут дети, ну, не смертельно же. Ну, пусть живут. Пусть, ну, как живет, так живет. И вот, девочки, такое, вот вы, ну, опять же, да, еще раз спасибо спонсорам. Спасибо огромное, да. Да. Вот, и вы приехали в Израиль, вот первый раз, вы спустили с трап самолета, вы пришли, перешагнули порог центра, и ваши впечатления, ну, всегда это очень интересно, потому что они всегда разные. Вот, и ваши впечатления, что вы почувствовали, как это сказалось на вас, что почувствовал Артем, что вы, вот, ваши ощущения, вот, увидели. Можно я? Да. Я вернусь к тому моменту, когда мы после всех трудностей, определенные моменты были в регистрации в Краснодаре, ну, когда мы всели в самолет, у меня, я много говорила Надюше, делилась переживаниями том, как будет себя вести Артем в самолете. Будет ли он волноваться, будет ли он кричать, ну, потому что мы никогда не летали. Это было первое такое, вот, достаточно... Большое путешествие. Да, и плюс, как он себя будет вести, как чего. При наборе высоты, при самом... При поднятии, да. И это, ну, много было, правда, переживаний и волнений, но когда я сказала, Артемчик, надо раздеться, потому что мы летим, и нам летит три часа, он сказал, здорово, и стал сразу снимать куртку, обувь, то есть он полностью расслабился, начал смотреть в окошко, и когда мы набрали высоту, я так волновалась, я аж прям... Мы волновались за него вдвоем, потому что у меня замерло сердце, я просто перестала дышать. Он в окно посмотрел, говорит, снег, он-то облака не видел, то есть он перенес полет, и мы поняли, что мы еще раз, как сказать, такие маленькие подтверждения, что мы все делаем правильно, и мы летим сюда. Ну вот, а когда мы прилетели... Я тебе говорю, прошу прощения, такие рассказы мы слышим постоянно, дети, которые ведут себя обычно безобразно. На земле. Когда они летят, они себя ведут на удивление хорошо, и во многих случаях гораздо более спокойнее, чем их родители. Да. Это точно, это точно. Удивляешься этому, но это такой интересный момент. Да-да-да, и он так это прям... Ну, единственное, он, конечно, в конце уже так подустал, он там... Ну, и когда снижение было, ну, волновался, ну, я же говорю, я просто проживала в Краснодаре этот момент, что как он будет кричать, как он будет плакать, как этот... И мы сели, смотри, он раздевается, разувается, пристегнулся, такой довольный. У нас такие счастливые фотографии возле окошка, он сел, он улыбается. Я думаю, так, начинай дышать, начинай дышать. Мы летим, все хорошо. И прям, прям выдохнули. Да, когда мы приземлились, мы прошли контроль. Очень отлично, очень быстро. Все так замечательно, я же говорю, с Божьей помощью, прям вот... Нас встретили. Да. Нас встретил Андрей, привез в гостиницу, все замечательно, и на следующий день мы приехали... Уже непосредственно на лечение. Ну, вот ваши, так сказать, волнения, переживания, я думаю, что они еще были, как здесь будет. Вот, ну и вот, ваше впечатление, что вы увидели, как началось, ну и потом дальше. У меня, например, переживаний не было вовсе, потому что я поехала в первую очередь, потому что этим людям доверяла. То есть, если бы не было, можно сказать, дистанционного лечения, было бы больше тревоги, опасений однозначно в разы. А так как я Давида уже... Только Давиду, здесь еще целая путь. Страшный специальный. Могу сказать, что, да, дистанционно я занималась только с Давидом, но я слушала ваши лекции, Аркадий. Я слушала Юсефу, и мы занимались с Артемом медитациями. Как это происходило? Определенные были моменты, когда он не хотел ложиться спать, начинал капризничать. Начинал... Я чувствовала, что все хорошо, но он очень возбужденный. Какой там сон? Уже 10 вечера, а еще сон не в одном глазу. Я что делаю? Я говорю, Артемчик, спать. Включала я сказки Юсефу. Лечебные сказки. Лечебные, да. И он так вначале там просил только лобка, то это, я говорю, нет, мы смотрим вот это. Слушаем. И все. И он засыпал. Буквально очень-очень это все, очень-очень это все быстро засыпал. И вот момент, который вы говорили, про чем отличается дистанционное от такого, что Юсефа, лечебные сказки сказками, но мы слышали о ее лечении и именно о том, что она делает руками. Поэтому это тоже момент. И про вас также, что вы тоже восстанавливаете, скажем так, семьи. Но я немножко не добавлю, я скажу момент какой, что я-то не видела, ну Давида я видела, я посмотрела, я была на сайте, я все это посмотрела. Но вживую вот так вот и по скайпу даже я не общалась. То есть сначала встретил Давид, он так обнял по спине так этот и сразу такая сила как-то, ну вот ощущение вот этой вот, я не знаю, ну вот ощущение сразу, что вот все будет хорошо. Вот как-то у меня сразу сложилось. И так по спине постучал, говорит, о, есть где работать. Так что и дальше впечатление. Есть что улучшить. Есть что улучшить, да, да. То есть такое вот ощущение как-то здоровья, ощущение надежности, ощущение. И дальше к вам пришли, к Юсефе, ну то есть у меня по моему состоянию самые замечательные, потому что я очень сильно переволновалась в Краснодаре, когда с билетами был момент вот этот вот, и у меня прям сел голос, ну то есть все просто, мы понимали, что мы можем просто не улететь. И то есть сейчас я понимаю, что я себя чувствую отлично, ну голосок восстановится, и все будет хорошо. А еще момент, чем отличается дистанционно, точно, на мой взгляд, если здесь можно убрать органические повреждения головного мозга. И не только. Не только, да, но как бы для меня вот это вот было, ну самое так, на мой взгляд, основное, что если здоровье будет поправлено, да, то есть непосредственно ребенка, всей семьи, и меня в том числе, у меня, как оказалось, достаточно серьезная проблема со спиной, как бы это было незаметно, но вот это оказалось место бит. Мы сделаем снова паузу, и через часть вы расскажете о том, что вы приехали-то в качестве сопровождающих, вроде бы, а вот получили ли вы что-то сами? Делаем переложить. Да, уходим на рекламу.